Музыка Мне кажется, что тут такой длинный хвост и так мало развития в этом. Ну и мне кажется, это вообще общая проблема молодых музыкантов. Я, как человек постарше, ясное дело, буду кнать. Мне кажется, что при всем, при том, что профессиональный уровень очень повысился последние лет 15, в Украине уровень звукозаписи, мне кажется, пока оптимальный, условно говоря, стран бывшего Советского Союза. То есть и это не может не радовать. Но очень часто много украинских групп исполняют какой-то клуб-музыку в таком виде, прям сладкую. У меня даже сложилось впечатление, что в Украине людям только того и надо. Не очень любят производить музыку, там, рваную или экзистенциально замороченную, или еще какую-либо. Ну, я думаю, что я бы на концерте такую группу присутствовал с большим удовольствием. Ну, они слишком котики, вот, а я думаю, что это все-таки прерогатива девочек. И они говорят, что это плохо, и не считают, что они должны с собой что-то делать. Я выражаю там свое мнение, и то это первое впечатление. Так что прошу у группы извинения за, может быть, ну, в общем, за свое старческое скрипение. Ну, это вопрос предложения, в первую очередь. Всем занимается наш гитарист Иван Селищев, и он организовывает концерты, и он находит людей, которые что-то предлагают или не предлагают. Ну, как-то не сошлось, я думаю, что в Украине просто за эти три года, возможно, было и не до нас. Что будет, что сегодня будет происходить, у меня страшно секрет, если я же мечтаюсь, потому что это еще не обрученная публика, и какова будет ее реакция, у меня даже боюсь загадок. Это же плохо. Но очень надеюсь на то, что нам удастся подружиться, потому что город чудесный. Я все так, как частное лицо, частное установлено, ну, по крайней мере, раз в год. Вот, и вся группа разделяет мою страсть к этому городу, и вообще к Украине. Я, конечно, постфланг очень люблю, и звук стопония вполне побольше навевает о добрых старых группах 80-х воспоминаниях. Вот, но у меня это вообще проблема, стоящая остро, когда вроде бы как бы и соблюден канон, как таковой, ну, то бишь, что это, например, пастпанк, гитара бум-бум-бум, вот, марс-гитара бум-бум-бум, гитара играет, что-то такое, царапающие нервы, но при этом сама мелодика песни вообще не пастпанка. Она и голосом таким, опять котик, в Украине все котики, я вижу. Это, я думаю, что это связано с тем, что ваша страна находится южнее, и в ней, ну, я думаю, тоже полно заебов, но не такой тотальный заебов, как у вас, по-моему. И это и думаю, что... Поэтому, мне вообще кажется, что украинцы куда более счастливы идут, чем Беларусь. Поэтому, опять же, желаю удачи, группа хорошая, но для меня не хватает. Во-первых, я очень рад, я люблю, когда исполняют, там, например, на английском языке, на каком угоде, на украинском. Вот. Ну, вот эти растягушки, это как будто группа Океанельзы просто очень-очень полюбила пастпанк. Решили прям немножко помурлыкать вот под так вот расставленные инструменты. Это мне так кажется. Ну, опять же, не хватает... Не хватает эмоционального развития. Пастпанк очень часто же к концу это все очень сильно развивается, потому что пастпанк музыка достаточно эмоциональная, потому что там мрачность и чего-то еще. Ну, во-первых, там во многих, ну, вернее, почти все постпанк-группы так или иначе экспериментировали со звуком и так или иначе заправляли там звук здоровья... звук песней как к каким-нибудь... какой-нибудь острой приправой из шумов каких-то совершенно диссонансов. у меня... ну, я просто... я такой... такую музыку не делал. Вот. Ну, хотя я думаю, что мне тоже можно встречные претензии предъявлять в этом смысле. я бы хотел быть еще раз в универе. Ну, ну, вот так вот, пока. Я не очень похож сейчас на Юрия Лозу. У меня никогда не покидает чувство, что мне нельзя переставать этим заниматься. Так или иначе, конечно, с петлей пристать, но у меня там еще есть кассиопея, и по мере возможности я стараюсь еще вточить свой нос в творческие визерциссы в моих знакомых и близких. В группе Перебор я играю на гитаре. Ну, теперь мистей, носорога Цулько я там подпеваю. Ну, мне просто нравится этим заниматься, я не представляю себе жизнью визерциссу. Вот. Ну, такой посыл мне нравится, конечно, но я прям, прям даже слышу, слышу голос давно умершего человека. Мне кажется, что эта песня вполне мог бы выиграть и горлеток. Потому что там-то манера исполнения вообще не похожа, как мне остается. Засну, заколочу все двери, окна. Но тут, здесь, на этом этапе начинается вкусовщина. Ага. Потому что пока я всего этого прислушиваю, я люблю страдания. Ну, потому что я не очень люблю страдать, но переживать и создавать воображаемое пространство, в котором главный герой переживает свое существование. Мне этот подход очень интересен. Нам кажется очень важным все-таки заниматься самоповторами. Они, конечно, неизбежны, потому что все-таки это одни и те же люди. Но хотя бы минимизировать самоповторы за счет, скажем, за счет попытки, как вот в данном случае, уйти чуть ли не в мейстрим какой-то. То есть это был сознательный шанс. Мы на него пошли, опять же, сознательно. И вот так он только получился. Мне кажется, он получился наиболее профессионально. В плане изучения. Ну, опять же, не мне судить. Хотя парни все меня пытаются в этом убедить. Вот хобос. Смотри какой он был сырой. Смотри, смотри. Это же никому не показывать было нельзя. А вот сырой. То бишь, хотя альбом моими друзьями, на котором, мнением которых я очень дорожу, был воспринят неоднозначно. А я одни этот альбомы считаю лучшим из всего. А некоторые старые граждане похмыкивают, пожимают плечами и говорят, что вы можете и лучше. И я думаю, что следующий альбом, который, безусловно, выйдет, в свою очередь, не будет похож на модель. Потому что иначе так можно, простите, и дамышей съебать. Если не ставить себе задачи, которые хоть как-то являются новаторскими, хотя бы в рамках определенного коллектива. Тогда, мне кажется, группы долго не жили. А нам нравится вместе играть. С работы все пришли, прибежали. Группа выходного дня у нас очень. Мы репетируем после работы и играем концерты по выходам. Потому что у каждого есть еще социальный рюкзак. И все еще итак, чтобы не было. Передаю привет группе ChivasSers. Как группе, песня которых мне, безусловно, понравилась. Потому что в ней есть все то, что я обычно предъявляю конскрышитель музыки. Достаточно расхлябанность, небрежность, извлечение звука, истерические гитары, которые уравновешивают флегматичность и достаточно красивый вокал. Мне все нравится, это хорошее звук. И привет, опять же, привет человеку, который играет в духе а-ля группы Pixis. У меня просто любимый гитарист Сантьяго, поэтому я это слышу, и ясное дело, я уже не могу, не могу пристрастно следить. Дело же все в одной дилемме. Потому что для того, чтобы много играть, нужно бросить все, что в наш непосильный трудом, в психологическом, даже в социальном плане. И мы все практически люди семейные. Это докладывает определенный отпечаток на нашу возможность ездить. Ездить много. Просто не знаю, как в Украине, а в Белоруссии ситуация с группами такова, что очень-очень-очень малое количество групп существует за деньги, заработанные концерты. У всех есть своя какая-то еще для поддержания станов стезя. Вот, и дилемма такая. Можно много забить концертов, поехать, но для этого придется оборвать все свои рабочие связи, например. И из театра придется уйти. Потом из служебной квартиры придется выехать, например. А для этого можно, конечно, рискнуть, но мне кажется, что мы... Если вдруг такой возникнет момент, нам без ребро суданет, может быть, мы это и продемонстрируем миру. Но пока не то, чтобы нас это устраивает. Пока это единственный... Ну, и единственный для нас выход. Я вот такое люблю. Ну, как докотики, но у них настолько достаточно выверенная мелодия, нанизанная на вот этот дискотечный пульс. Мимо такого мы не проходим. Мы очень любим это звать. Лирический герой все-таки это не независимое понятие, оно так или иначе все равно связано с тем, кто этого лирического героя проецирует на мир. И я выходил из кризиса, потом вышел немножко попущенным. Вот из этого и выливается то, что выливается.